Здравствуйте! Вы на канале правильный выбор. Сегодня на обзоре беспроводной пылесос от компании Dyson модель V10 Motorhead. В описании к видео оставлю ссылки на лучшие цены этого беспроводного пылесоса. Я очень старался при создании данного обзора, надеюсь вам понравится. Буду очень вам признателен, если вы поставите лайк и подпишитесь на мой канал. Просто вставьте пылесос в настенную док-станцию для хранения и одновременной зарядки. Чтобы начать уборку, просто снимите его. Док-станция также предназначена для хранения щелевой и комбинированной насадок, поэтому они всегда под рукой. Быстро трансформируется в портативный пылесос и обратно, всего одним нажатием, для быстрого удаления рассыпанного мусора или полноценной уборки всего дома. Уплотнитель вокруг системы циклонов и изолятор высокого давления вокруг усовершенствованного фильтра обеспечивает герметичность всей конструкции пылесоса, предотвращая попадание пыли, аллергенов и бактерий обратно в воздух. В удлиненном узком контейнере используется усовершенствованная система очистки. Пыль и грязь выталкиваются из контейнера одним движением, не приходится контактировать с мусором. Щелевая насадка также подходит для использования как с трубой, так и без нее, для доступа к мусору в углах труднодоступных местах. Подходит для уборки вдоль плинтусов, картинных рам и между мебельных подушек. Универсальная насадка с прямым приводом, подходит для всех типов напольных покрытий. Наиболее эффективна при очистке ковровых покрытий. Благодаря тому, что щетинки насадки глубоко проникают в ворс, удаляют пыль, шерсть домашних животных и въевшуюся грязь. Комбинированная насадка трансформируется из насадки для уборки мягкой мебели в насадку для корпусной одним нажатием на фиксатор. Может быть использована как с трубой, так и без нее, для очистки вентиляционных решеток, столешниц, багажника автомобиля и лестничных перил. Количество насадок 3. Вместительность пылесборника 540 мл. Размер. Высота 124 см, вес 2,5 кг. Двигатель-пылесос размещен над рукояткой, поэтому центр тяжести находится близко к руке, что облегчает уборку высоко расположенных поверхностей и труднодоступных мест. Керамический вал двигателя спекается при температуре 1600 градусов Цельсия, что делает его в три раза более прочным и в два раза более легким, чем сталь. Благодаря тому, что импеллер перемещен из передней части двигателя в заднюю, поток холодного воздуха, проходя вдоль оси двигателя, снижает его температуру, что позволило увеличить скорость вращения до 125 тысяч оборотов в минуту. За счет концентрического расположения 14 циклонов вокруг центральной оси устройства поток воздуха проходит через устройство более эффективно. По мере сужения циклона скорость потока воздуха увеличивается с 72,4 км в час до 193 км в час, создавая центробежные силы, улавливающие мелкие частицы. Уровень шума 87 дБ. Максимальная мощность всасывания – 151 Вт. Литий-ионный аккумулятор пылесоса содержит на один элемент больше, чем аккумулятор в пылесосах прошлых моделей для работы под более высоким напряжением и для выработки большого количества энергии. Но благодаря тому, что размер каждого из семи высокоемких катодов на основе никеля, кобальта и алюминия был немного уменьшен, вес устройства остается тот же. Время работы пылесоса в различных режимах. В режиме мощности 1 с немоторизированными насадками до 60 минут, с моторизированными насадками до 35 минут. В режиме мощности 2 с немоторизированными насадками до 30 минут, с моторизированными насадками до 20 минут. В режиме мощности 3 турборежим с моторизированной насадкой до 7 минут, с остальными насадками до 5 минут. Время работы 60 минут. Три режима работы для решения разных задач на любых типах напольных покрытий. Низкий уровень шума. Аэродинамический кожух распределяет воздушные потоки вокруг двигателя, снижая уровень шума. Систему дополняют звукоализационные материалы, поглощающие вибрации, постмоторный фильтр, приглушающий звук и акустический экран, снижающий уровень шума, создавая дополнительный барьер на пути звуковых волн. Я провел анализ отзывов в интернете реальных пользователей данной модели, сейчас расскажу, на что жалуются обладатели этого беспроводного пылесоса, а после перейдем к положительным отзывам. Нельзя оставить в вертикальном состоянии посреди комнаты. Крепить надо к стене для вертикальной парковки. Рычаг открытия пылесборники выглядит хлипким, пластик на пластике. Мусор из контейнера не всегда полностью высыпается. Маленький пылесборник – мизерное время работы в турбо-режиме. Крупный мусор большая щетка пропускает. На электрощетке запутываются волосы, не очень удобно их счищать. Неудобное включение. Теперь перейдем к положительным отзывам, которые иногда пересекаются с отрицательными. Не тяжелый. При удалении пыли из пылесборника не надо пачкаться и заморачиваться. Удобно пылесосить под мебелью. Щетку не надо очищать от волос и шерсти животных. Удобно применять в автомобиле. Простота смены насадок. Даже на небольшой скорости качество уборки хорошее. Маневренность просто невероятная. Вот тут я покорена, щетка поворачивается под любым углом. Быстро заряжается, долго работает без подзарядки. Если вы стали владельцем данного беспроводного пылесоса, поделитесь в комментариях своим мнением о данной модели. Напоминаю, что ссылки на актуальные цены вы найдете в описании под видео. Не забывайте подписаться и поставить лайк. Надеюсь, этот обзор поможет вам сделать правильный выбор. Всем пока!